На встрече с президентом России Владимиром Путиным его армянский коллега Серж Сарксян сделал заявление о желании Армении пристегнуться к тройке Таможенного союза. И вообще пообещал, что Ереван всячески готов участвовать в евразийской интеграции. Правительство Казахстана уже оценило это заявление. Мы поддерживаем это политическое решение руководства Армении. Позиция Казахстана, я думаю, будет выражена на высоком политическом уровне. Но в целом Таможенный союз – это открытая организация для членства. Этот дежурный обмен любезностями тут же стал предметом обсуждения в экспертном сообществе. Политолог Айдо Сарым критикует заявление армянского лидера и казахской стороны. Прежде всего с позиции сложных отношений между Ереваном и Баку. Если поддержим вступление Армении в ТС, то Азербайджан, Турция и тюркоязычные народы России не поймут нас. Поэтому наш МИД и наших дипломатов ждут нелегкие испытания. То есть возникает вопрос, мы полностью независимая страна со своими принципами, либо государство под влиянием России. Еще один сторонник национальных интересов Казахстана, экономист Мухтар Тайжан, уверен, слова Сержа Сарксяна иллюстрируют лучшие традиции восточной дипломатии и не более. Армения все равно не сможет стать участником ТС, потому что есть Грузия и Азербайджан. Если они не войдут, у Армении шансов очень мало. Ереван ищет пути приблизиться к Путину. Если помните, хозяин Кремля недавно побывал в соседнем Азербайджане. Международные эксперты отмечают, Россию в этих союзах интересует исключительно политическая составляющая. Поэтому сегодня руководство Кремля использует методы несилового давления на Ереван. Ведь позиции Армении на Кавказе, в отличие от Грузии и Азербайджана, не столь прочны. Эксперты открыто говорят о следующих жертвах кремлевской интеграции. Это Украина и Молдова.